Приветствую вас, Егор. Я прочитал ваш вопрос. Давайте попробуем его разобраться. Ну, первое, что я хотел бы сказать, это то, что, очевидно, девушка боится с вами сближаться, очевидно, что девушка вообще боится сближения, очевидно, что девушка боится серьёзных отношений. И, если честно, мне кажется, что и вы тоже боитесь серьёзных отношений. Ну, это не совсем точно, в отличие от девочки, тут как бы есть прямое указание на это, вот. И, соответственно, человек выбрал такую форму взаимодействия с вами, которая для него максимальный комфорт. Вот. То есть это проявлять по отношению к вам какую-то ласку, заботу, тепло, но при этом не быть, так сказать, отягощённой, да, отношением. То есть не быть обязанным вам. Не быть не свободным. Здесь, конечно, возникает вопрос, почему отношения для девушки есть не свободы, но это, опять же, вопрос отношений к ней. Смотрите. Вы говорите о том, что не хотите не трудить, хотите быть только в отношениях. Мне кажется, что эта позиция очень деструктивная, потому что в некотором смысле у вас с девушкой как раз и не получилось ничего, потому что вы не хотите не трудить, а хотите быть только в отношениях. То есть вы не воспринимаете её как личность, как человека, вы воспринимаете её только как девушку. И в этом смысле это очень ограничивающая позиция, очень узкая позиция. Потому что человек гораздо многограннее, чем только лишь гендерная роль его. И, соответственно, мне думается, что вот, как раз таки, дружба могла бы расположить девушку к вам. Это первая. Вторая роль помогла бы повысить уровень доверия над вами так, чтобы вы не видели друг друга только как мужчина и женщина. Чтобы вы всё-таки видели друг друга ещё и в другом ключе, ну, в других концертах, скажем так. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что девушка вас кинула, что вы другими не общались, потом она вышла на связь, и вы начали бояться, что ситуация повторится с сомнениями, в чём вы её изготовили. Ну, во-первых, здесь это даже не причина. То есть, понимаете, что она вас кинула, как вы говорите, ну, это не причина. Если она кинула, значит она испугалась, либо у неё там были какие-то проблемы, либо у вас ожидания по отношению к ней были совсем не подходящие под то, кем она является. Со своей стороны вы не смогли адекватно воспринять её поступок, восприняли её поступок на свой счёт, и, в общем-то, именно из-за этого у вас были сомнения. То есть, вы взумевались, что боялись. Сомнения здесь, это проявление контроля. Контроль это проявление чувства опасности. То есть, вы себя в безопасности не чувствуете, вам нужно контролировать. Если не всё, то хотя бы, вот, какую-то часть, вот, какую-то, ну, что-то. Отзывы, соответственно, и сомнения. Вот. И, с другой стороны, у вас, очевидно, есть привязанность к девушке, у вас есть тяга к ней, потому что вы говорите, что не можете её отпустить, и что не хотите с ней трудить, хотите быть только в отношениях. То есть, здесь, мне кажется, имеет место быть привязка. Привязка, это когда некую подрывность свою, некие свои желания человек пытается реализовать через партнёра. Естественно, получается, это далеко не всегда, и в результате, в общем, образуются такие вот не совсем здоровые отношения, вот, которые приводят к тому, что происходят разрывы, происходят ссоры, конфликты и прочее. Вот. Егор, вам нужно определить с тем, что вы хотите. Разобраться в себе, в первую очередь, в первую очередь гармонизировать отношения с девочкой. Гармонизировать отношения с девочкой, это значит привести его в здоровье состояние, когда и вы, и она будет довольна. И дальше просто двигаться вперёд, смотря на то, как будет развиваться событие. Если у девочки есть вам чувства, если у вас есть чувства, то подкорректировав форму их выражения, вы сможете быть вместе. Если чувства у кого-то прошли, это опять же будет очевидно, и вы сможете уже двигаться дальше, да, через определённую грусть, через определённые переживания. Но вам необходимо научиться усваивать опыт. Усваивать опыт и не принимать то, что происходит с вами на свой счёт. То есть это работа с нас, это работа с увесомизированностью в себе. Это работа с устойчивостью представления о себе, которая не зависит от того, кто и как с вами поступает. Вот. А то, получается, что девочка испугалась, вас по какой-то причине оттолкнула, ну, по причине страха своих или, там, какой-то неуверенности, импульсивности. Потом она захотела к вам вернуться, а вы не усвоивлопытно начали пытаться добиться от неё каких-то гарантий. И в итоге, в итоге снова её потеряли, грубо говоря. Все такие вот не очень здоровые отношения со стороны девочки, со стороны вас. Поэтому идеальным вариантом было бы и вам, и девочке обратиться к психологу. То есть вам по своей проблеме, девочке по своей. Рекомендуйте ей сайт, скажите, что сами обратились к психологу для того, чтобы разобраться в себе. Вот. Ну, наверное, про вопросы, про вопросы даже говорить не стоит, потому что я уверен, что вам девочка не согласна будет с вашей интерпретацией её поведения. Но, смотрите, у вас претензии, у вас претензии и ожидания, а этого быть не должно. То есть в отношениях люди, безусловно, предпринимают друг друга из себя. И если я принимаю, безусловно, другого человека, то я принимаю, что он делает. А если я, безусловно, принимаю себя, то я не воспринимаю на свой счёт, что это другой человек делает. Поэтому, вот примерно в таком ключе вам необходимо двигаться. То есть в ключе личностного роста. Я бы сказал. Вот такой ответ я могу вам дать. Надеюсь, что это было вам полезным. Если у вас остались вопросы, выбирайте себе специалиста и начинайте консультироваться. Терапия вам нужна в любом случае. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи.